Всем огромный привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. После бодини-шоппинга второе, ну, второе-третье место занимает рубрика на моем канале, где я в последний день отправляюсь в магазин Second Hand, покупаю там вещи и показываю вам. В принципе, они стоят сущие копейки. Сегодняшний день тоже не стал исключением, но обычно как я начинаю свое видео? Примерно вот так. Всем огромный привет! И сегодня в качестве эксперимента мы с вами отправимся в магазин Second Hand, где вещи продаются на вес, и сегодня последний день перед завозом нового товара. Этот поход оказался для меня таким спонтанным, поэтому я не записывала приветствия и что-то по типу влога. Такого влогового формата не будет. Вообще, я пришла в магазин Second Hand в последний день за 45 минут до закрытия магазина. Там уже стояли мешки, такие вот эти вот, как это вам даже сказать, горы просто одежды. И отделили зал, его сделали очень маленьким. Я думаю, кто ходил хотя бы раз в Second Hand в последний день, он знает. Сделали из большого зала вот такое маленькое-маленькое пространство. Там, в принципе, негде было даже снимать, но мне удалось кое-что заснять вот перед вами. Я даже засняла будущую свою покупку, но обо всем по порядку. Так, мой чек составил 21 гривну 57 копеек. Я безумно хочу, чтобы камера сфокусировалась. Чек составил 21,57, я переведу вам в доллары. Но, чтобы вы понимали, сюда еще вошла салфетка микрофибры, я купила. Я покупала все это, вам, в принципе, всегда интересно, поэтому я скажу. Я сделала эту закупку, да, это модное слово на ютубе, в сети эконом-класс. Я думаю, практически в каждом городе есть магазин этой сети, на территории Украины я имею в виду. И там, как вы знаете, в последний год-полтора уже, как в сети магазинов эконом-класс, стали продавать шампуни, хозяйственные какие-то принадлежности, шампуни, мыло, ну, в общем, такое все. И там я купила салфетку микрофибру, машину. Она стоила 8 гривен. Мой чек, по сути, составил всего лишь 14 гривен. Все эти вещи, купленные за 14 гривен, перевожу вам в доллары все это. Примерно таких покупок, как в прошлом видео я показывала Versace, Юго Босс, такого не будет. Кому интересно, можете пересмотреть по ссылочке вверху. Я здесь вставлю вам немножечко нарезок. Таких покупок не будет, но будут такие, даже я бы сказала, базовые и нужные мне вещи, потому что, повторюсь, я зашла абсолютно случайно просто посмотреть ассортимент, так как я готовлю для вас богиню шоппинга, и у меня как-то не сильно идет мой прогресс. Поэтому, ну ладно, не буду вас расстраивать раньше времени. Первой вещью, которую я вам покажу, будет такая базовая кофта. Я ее очень хотела. Материал, я не знаю, хорошо ли камера вам передаст, видите, в такую полоску. Он похож на полотенчико и на ощупь тоже такое, знаете, полотенце для кухни. Это No Name, я не знаю, какая это фирма. Здесь полиэстера, маленький процент, и катона. В принципе, хлопок. Она в размере медиум, и я ее, когда увидела, такая, ого, какая она классная. Мне она нужна была, почему она долежала до последнего дня. Здесь было пятнышко желтенькое, но и не одно, здесь было несколько их. И я брала с таким расчетом, что там, ну сколько она, сколько тут вес? Ну на гривну, ну на три даже, вот так грубо говоря, давайте скажем, на три гривны. Я подумала, что даже если я не оттираю, ну пойдет там на тряпочки, либо выброшу. Ну, в общем, найду ей применение. Но у меня есть секретное мыло хозяйственное. Если кому-то интересно, как я вывожу пятна, напишите мне в комментариях. Я в каком-то из влогов или в следующем видео вам обязательно об этом расскажу. Ну, вернемся к кофте. Это такая кофта, я даже не знаю, как это правильно ее назвать. Она больше похожа на кофту, в которой спят. Ну, тут такая кофта для сна. Я смотрела похожие на Oysho, на сайте их тоже есть. В принципе, один в один, но стоят недешево. А мне она нужна была для создания осенних образов. Я вам буду все показывать. Так что все, вот такая обыкновенная кофта, ноу-нейм. Ну, и кому интересно, я буду указывать фирму. Мне она очень понравилась. И села на меня хорошо, хотя это и я. Вы знаете, что сейчас мод на нее такой. Все. А немножко, чтобы было пространство между вами. Воздух, как это стилисты называют. Пространство между вами и вещь. Продолжение следует. Вторая вещь, которую я хотела бы вам показать. Это такая блуза в этно-стиле с вышивкой. Ну, вышивка, понятно, я делала машинная. Фирму тоже буду указывать. Размер это сороковой. И она совершенно новая была. То есть она была с биркой, но так как мне пришлось ее простернуть, я бирку, соответственно, и оторвала. Она по своему как-то, по задумке своей стилистической и... По своей стилистической задумке и дизайнерской, можно так сказать. Человек, который ее шел, он продумал, что она будет по фигуре. И здесь есть такой замочек. Здесь все совершенно новенькое. Я даже его ни разу не расстегивала. Но мне она нравится такая свободная. На меня она очень хорошо села. Мне нравится ее вырез. И это, я забыла сказать, стопроцентный лен. Мне очень нравится эта вышивка, этот вырез. Ну и хорошо и освежающе смотрится на мне. Я повторю, что какие-то у меня такие даже слишком базовые вещи. Это такая база. Мне нравится, что здесь не короткий рукав, а длинный. Нравится ее немножко такая льняная прозрачность. В многих вариантах, во многих образах ее можно использовать. Но выглядит она точно не на свои там 3 гривны. Продолжение следует... Я снова нашла в том же самом ряду просто... На том же самом рейли я нашла новую футболку. Я ее просто посмотрела. Она такая новая совершенно. Думаю, для спорта она мне пригодится. Здесь размер указан 16. Я ее просто взяла. Потом подумала, зачем она мне. Потом такая, ну, в принципе, новая. Почему бы и нет. Здесь такое все целенькое, хорошенькое. Тоже была бирка. Ну, хорошо. Давай дома. Простернула я ее. И начала гуглить фирму. Фирма непростая. Фирма называется Carimore. Я тоже здесь напишу. Фирма это британская. Это британский бренд туристического снаряжения. Но у них, я так понимаю, есть линейки. Так же, как и у Adidas, у Nike. Ну, в общем, вот эти вот все линейки. Здесь линейка Run. Повторюсь, размер указан 16. Хорошее светоотражение на рукавах. То есть, видно, что это профессиональная футболка для профессионального занятия спортом. У меня, похоже, есть рипок, но не такого качества. Честно, рипок уступает этой фирме. Я впервые узнала о таком бренде. Если вы тоже напишите, а если вы сталкивались, то напишите мне тоже. Я зашла и посмотрела. Фирма, конечно, не дешевая. Ботинки стартуют от 50 долларов и выше. Ну, как снаряжение спортивное. Никогда снаряжение спортивное не бывает дешевым. Но вот такая вот линейка. Не знаю еще судьбу этой футболки, потому что вы сейчас увидите на меня. Она на меня, ну, большая. Потому что, если это 16 размер, а у меня десятка, это мой предел, когда я покупаю. Ну, вы же понимаете, эта футболка должна сидеть по фигуре для как-то правильного занятия спортом. Но еще не знаю. Оставлю себе, посмотрим. Я, знаете, еще такая подумала. Ну, Света, ну ты же каждый день ходишь практически на тренировки. Тебе же нужна какая-нибудь такая футболка. Ну, футболок вообще много не бывает. Когда ты занимаешься спортом и ходишь в спортзал, футболок много не бывает. Скажите мне, продавать ее или оставлять, тоже напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Кстати, кстати, забыла сказать. В этот раз мне повезло. Все бирки на месте, все целое. Но я была в другом секонд-хенте. Не то, что в прошлый раз, когда снимала видео с последнего дня ранее. В эконом-классе, кстати, все бирки на месте. Последний раз. В следующие вещи, которые я вам покажу, будет куртка, но она будет спорная для вас. То есть вы как-то настройтесь. В тот день, так как я была не готова, в принципе, снимать. У меня нет особой камеры под рукой. Я искала вещи, которые я точно буду носить, либо новые, вы видите здесь. И эта куртка, она действительно была мне нужна в тот день. В тот летний день было плюс 15 градусов. Я такая захожу, эта куртка висит, и такая, о, класс! В общем, куртка. Куртка на кнопках. Мне нравится ее такая винтажная длина. Она внизу на резинке. Рукава на резинке. Материал. А, кстати, она тоже была совершенно новая. Но я вам сейчас расскажу еще, почему она была совершенно новая. Материал здесь так стирать только вручную. Здесь есть микрофибра. Наверное, вот этот отталкивающий материал. Так, микрофибра здесь есть. Одну секунду, я уже все потеряла. Так, так, медиум размер. Видите, вот совершенно все новенькое такое. Медиум размер. Это 100% полиэстер. Ну, и вот эта микрофибра указана. Что снаружи микрофибра, а внутри полиэстер. Это куртка Европро Гольф Центр. Я гуглила, но такого Гольф Центра я не нашла. Соответственно, эта куртка, это как униформа получается, да? Для гольфистов. Или для работников. Но я буду думать, что для гольфистов, а то как-то для работников не сильно презентабельно. Мне она очень понравилась. Таким, знаете, вене такой, таких 90-х. Она практичная. Мне нравится сочетание цветов. Этот зеленый. И, в принципе, я когда-то покупала футболку себе. Вместе с вами я вам рассказывала в каком-то из видео, что я купила. А позади была такая надпись. Впереди она была минималистичная. Такая маленькая зелененькая надпись какая-то непонятная. А позади был такой большой флаг. Просто на всю спину. И это оказалась бронтированная футболка. Спасателей, либо участников, которые то ли в Швейцарии, то ли в Швеции. В общем, уже не помню. Но я спокойно ее ношу. Мне она нравится. Я даже видео много в ней снимаю. Классная вещь. Меня ничего не смущает. Так и в этой куртке меня тоже смущать ничего не будет. Мне она нравится. Практичная вещь на осень. Классные. Можно образы сочетать. И даже на каждый день себе надела и побежала по своим делам. Продолжение следует. Продолжение следует. У нас упал доллар. И я хочу перевести, сколько это в долларах будет. Разделить. Нормально будет, если я напишу, что вещей у меня на 53 цента. Ну, как-то получается так. В общем, таким было мое видео сегодня. Пишите ваши комментарии. Делитесь впечатлением. Делитесь этим видео со своими друзьями. Мне будет очень приятно. Говорю вам огромное спасибо за просмотр. И до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok